Всем привет! Наверняка у многих людей на своем компьютере стоит пиратская операционная система. И, скорее всего, она активирована активатором, и вас это не устраивает, поэтому вы смотрите этот ролик. Потому что когда-то на вашем ноутбуке или компьютере стояла лицензионная операционная система, будь то семерка, восьмерка, десятка, это видео актуально для всех версий. И, конечно, вы хотели бы восстановить лицензию данного продукта, то есть произвести повторную активацию. Чисто теоретически предположим, что у вас есть ноутбук. Вы его покупали с рук, либо же просто переустанавливали на нем операционную систему, на другую. Допустим, у вас стояла восьмерка, вы ставили семерку. Либо купили с рук, и там была установлена уже не та версия ОС, которая была с завода. Если же там просто была переустановлена операционная система, и там жесткий диск или SSD стоит тот же самый, что и стоял с завода, в этом случае нужно попробовать воспользоваться рековери-системой. Как это сделать? У меня есть определенный ролик, ссылочку на него оставлю в описании. Так что для начала перейдите и посмотрите, возможно ли рековери. То есть восстановление системных разделов, восстановление операционной системы в первозданном виде. А в случае, если накопитель вышел из строя вовсе, в этом случае подразумевается полная переустановка операционной системы. И здесь уже могут возникнуть проблемы. Вот как раз об этом и пойдет речь. Кстати, хотел бы подметить очень важный момент. На самом деле все наши действия невозможно назвать легальными. Как бы мы не хотели повторно активировать нашу операционную систему или сделать ее снова лицензионной, наши действия не являются легальными с точки зрения юридической. По юридическим законам компании Microsoft, которые распространяются также в нашей стране, я имею в виду Россию, также и другие страны СНГ, и заключается в том, что своими руками мы не имеем права делать повторную активацию операционной системы. И в случае возникновения такой потребности мы должны с вами позаконно обратиться в сервисный центр производителя ноутбука или компьютера, либо обратиться к ним в службу поддержки, чтобы они могли активировать повторно вашу операционную систему. В иных случаях это является незаконным. Но в то же время способами, которыми мы будем пользоваться, мы восстановим с вами лицензию, повторно активируем продукт, и он будет вполне лицензионным, будет все обновляться, и центр активации эту операционную систему будет распознавать как лицензионную. Так что в целом наши действия приведут к положительному результату. В общем, нет смысла больше затягивать, надеюсь, что все, что я сказал, вы запомнили. А теперь давайте приступим к восстановлению. Предположим, что у вас из строя вышел накопитель, и теперь у вас на ноутбуке или компьютере нет возможности восстановить операционную систему. То есть лицензия как бы потеряна. И первая, и возможно, самая из сложных задач, это выяснить, какая операционная система здесь была установлена. А также, возможно, вам понадобится еще узнать ключ продукта. Сейчас перед вашим взором ноутбук Asus, это мой ноутбук, и здесь я тоже восстанавливал лицензию. Я уже восстанавливал ее в сервисном центре, но вы меня поняли. И что же в первую очередь нам нужно сделать? Во-первых, нужно вспомнить, в зависимости от истории ноутбука, как вы его покупали, бэушный или новый, была ли с ним какая-либо коробка. То есть это OEM-версия операционной системы. То есть вспоминаем, была ли она в комплекте с ним. Если да, то в принципе какую-то часть проблем вы избежали. Вам просто нужен будет диск с операционной системой. Просто находим его, вставляем и устанавливаем. И, возможно, даже ноутбук или компьютер не запросит ключ активации, потому что Windows будет уже заточена под нее. А как известно, ключ вшит в BIOS. Если же никаких коробок у вас нет, вы не помните ни версию операционной системы, то есть Home, Basic, Professional, Bisonys, а также не помните разрядность операционной системы, которая была установлена, то нам необходимо искать всевозможные наклейки на системном блоке или ноутбуке. В более старых ноутбуках мы можем найти вот такую вот наклейку сзади. На этой наклейке указана версия операционной системы, а также прочие данные, в том числе и ключ продукта. В этом первом случае, в принципе, все данные мы теперь имеем. А вот у нас подъехал работник сервисного центра Asus. Сейчас он, в принципе, все и отремонтирует, и восстановит лицензию на операционной системе. Нет, подождите, он просто поваляется в пыли. В общем, это не прокатит. Итак, давайте разберем, что же мы можем найти на этой наклейке, и что для нас важно. Во-первых, это версия операционной системы, в моем случае Windows 7 Home Basic. И здесь есть такая аббревиатура ОА КИСНГ. Что это означает? Я не буду расшифровывать аббревиатуры, я лишь расскажу, что они обозначают. Аббревиатура ОА обозначает работы только для. КИС – это страны СНГ, НГ – это у нас, получается, Грузия. То есть, эта операционная система должна быть только для стран СНГ и для Грузии. Также еще данная надпись может дополнить с аббревиатурой ОЕМ-софтвер. ОЕМ-софтвер обозначает то, что операционная система идет с определенным софтом для определенной марки ноутбука или компьютера. Но обычно они идут с дисками, поэтому проблем у вас возникнуть не должно. Но если же диска нет, то вам придется, конечно же, искать их в интернете. В наклейке не указана разрядность операционной системы, то подойдут обе – и 32 бита, и 64. Но так бывает не всегда, так что имейте в виду. И несмотря на то, что мы сейчас обладаем полной информацией о операционной системе, также имеем ключ продукта, это не значит, что мы сейчас с легкостью все решим. Задача в этом случае – это найти подходящую операционную систему и скачать ее. Допустим, именно с этим ноутбуком Asus никаких проблем не возникло. Я скачал обычную операционную систему Windows Home Basic 64 бита с официального сайта Microsoft. И все, и все у меня стало прекрасно, ввелся ключ продукта, все активировалось. Но это редкий случай. Поиск операционной системы займет у вас какое-то количество времени, и вам придется затратить немало усилий. Допустим, скачать не одну операционную систему. Перед вами ноутбук Lenovo, и абсолютно нет никакой информации, какая операционная система здесь стояла. Если же, конечно, вы точно не помните. Неразрядности ничего здесь не указано, кроме наклейки. И по этой наклейке мы определяем, что это Windows 8. Какая именно Windows 8, нам это неизвестно. Какова ее разрядность, какой здесь ключ продукта, тоже мы не знаем. Поэтому все это предстоит нам выяснить с помощью программного обеспечения. Способы есть, и сейчас я их покажу. Будь уверены, что в сервисном центре делают все те же самые действия, за исключением того, что они имеют юридически на это право. Ну, имеют бумажку, на которой написано, мы имеем право на эти действия. В этом случае ключ и вся информация об операционной системе вшита в BIOS. Именно поэтому ноутбук распознает операционную систему верно или неверно. И в особенности чуть позже я расскажу, какие вы проблемы можете заиметь с ноутбуками Lenovo. Потому что операционная система для ноутбуков Lenovo, это вовсе самый мрак. Найти такую операционную систему будет очень сложно. Рассмотрим на примере ноутбука Lenovo IdeaPad с вышедшим из строя жестким диском. Как я узнавал ключ продукта, подбирал операционную систему, а также впоследствии ее активировал повторно. Если вам необходимо узнать ключ продукта, а также у вас ситуация, как у меня, то вам придется накатить Windows 7. А если у вас уже установлена какая-либо операционная система, а также рекавери-раздел недоступен, то не спешите ее сносить. Как вы видели, я скачал программу RW Everything. Далее в программе нажимаем кнопку ACPI. Выбираем вкладку MSDM, листаем вниз, находим пункт Data, и здесь мы видим наш ключ. Фоткаем его или переписываем. Я имел глупость скачивать различные дистрибутивы в Windows 8 наугад, и потому получал такую ошибку. Ключ не принимался. Далее нам понадобится программа PiedK Lite. С помощью нее мы узнаем, какая операционная система привязана к этому ключу. А сейчас копируем ключ в программу, нажимаем Play, и получаем информацию о версии операционной системы. Пункт Description. Как видим, это Windows 8.1 RTM, Single Language, так еще и OEM. Я скачал такой дистрибутив, и угадайте, что я получил. Правильно, ошибка активации. В итоге, перекачав несколько дистрибутивов и бесполезно, я зашел на официальный сайт производителя ноутбука. Поддержки ввел серийный номер, выбрал пункт детали, и увидел, что на нем было установлено в заводском исполнении. А именно, Windows 8.1, Single Language, так еще и с поиском Bing. Здесь все и было зарыто. Искал эту операционную систему очень долго, пока не наткнулся на какой-то левый непонятный сайт. В итоге, она там не и была нужна. Ссылочку на нее оставлю в описании. В итоге, Windows 8 в этом исполнении встала замечательно, даже не запросив ключа активации. А при подключении к интернету, замечательно активировалась. После чего, я ее обновил, использовал некоторое время, чтобы убедиться, что ничего не слетит, и все оказалось замечательно. В итоге, мне пришлось перекачать 4 операционные системы, чтобы попасть в нужную. И после всех этих мучений, мы получаем лицензионную, повторно активированную операционную систему. Как помните, восстановленную, конечно же, через сервисные центры, никак иначе. Вот такая у нас история с восстановлением лицензии операционных систем, если хотите, с повторной активацией. Надеюсь, что я разъяснил все достаточно подробно, и теперь вы знаете, как это делается. Как это делают в тех же сервисных центрах. А как вы помните, мы все делали в сервисном центре. Могу лишь подвести небольшой итог, что это может занять огромное количество времени, огромное количество сил. Потому что, пока вы скачаете одну операционную систему, другую, третью, могут они не подходить и так далее. В общем, это единственная проблема, которая может постерегать вас на этом пути. И еще, ни в коем случае не учу вас, как нарушать закон о программном обеспечении. Считайте, что я вам показал, как работают сервисные центры. Также я надеюсь, что не затронул чувство работников сервисного центра. Ребята, работа у вас будет, не переживайте, никто сам этим заниматься не будет. Просто для ознакомления этот ролик был создан. А так, всего вам хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok